что мы будем готовить чебуреки ленивые чебуреки ленивые чебуреки как-то их еще называет чуду но чуду немножко по-другому готовится в общем то это упрощенный вариант те кому капец как лень что люди гуглят на самом деле что делается попроще мы сейчас делаем максимально просто и легко это легкий чебуреки поехали улыбаемся и смотри дорогие друзья прежде чем начать наш ролик я хочу вам рекламировать одного мастера по перманентному макияжу она делает очень качественные бровки губки и стрелочки поэтому кто хочет заглядывать на ее страницу вконтакте посмотрите ее работы и записывайтесь к этому мастеру добрых денёчков и вечерочков дорогие друзья с вами анастасия моя подруга и вы на нашем канале до вам и сегодня так как мы в гостях мы будем готовить что мы будем готовить чебуреки да что может пойти не так ленивые чебуреки ленивые чебуреки как-то их еще называет чуду но чуду немножко по-другому готовится в общем то это упрощенный вариант те кому капец как лень что люди гуглят на самом деле что делается попроще мы сейчас делаем максимально просто и легко это легкий чебурек весь список ингредиентов мы оставим под видео в описании обязательно заглядывайте кому интересно поставьте лайк напишите комментарий вот мы сейчас приступим к приготовлению поэтому не пропустите наш ролик что-то говорить все как бы тут понятно берем лавашек 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 а какой без разницы да мы два берем да она сначала надо этот обжарить фарш нет не мы не будем даже говорит что это мы его знаешь как мы же решили обжарить я жду там не обжариваются он тонк тонк намазывает и втираешь мне какую-то дичь и жарится на сухой сковородке под крышкой ну я говорю все нужно сковородка я чё-то ну иди отсюда шуеву бляжь ну да а ты прогресс нет я говорю давай пожарим такое ощущение что я на немецком а ты на французском а чуть-чуть у мох а я голову на ганат не надо вот здесь вы но оно согласит это не единственный кто понимает вашу Мы делаем вас счастливыми, так что не смейте даже жаловаться. Разрезаем наш лаваш напополам, таким вот образом. В фарш мы добавляем мелко нарезанный лук, можно чеснок, ну и любимые ваши специи. Нарезаем. Добавляем специи по вкусу. Кому какие-то нравятся. Перчик, не перчик, соль, вот я все какие-то черные и красные добавляю. Мы перемешиваем наш фарш, специи, лук, соответственно, до однородной массы. Перемешиваем. Одно яичко мы добавляем в фарш для склейки фарша. Яйца в рецепте не было, это наша вишенка на торте, наш фирменный ингредиент. Слово даю. Возможно, кто-то судит, сейчас начнет скажет, типа, зачем, не надо было, а вот. Фарш, который производят, алло. Да-да-да. Алло-алло, вы не отвлекайтесь, я правильно говорю. На самом деле, да, каждый готовит по-своему, каждый своя метода приготовления, поэтому, если хотите, вы можете не добавлять, потому что яйцо нам понадобится еще для склейки лаваша. Но я считаю, что в каждый фарш, как для котлет, так и для чебурек, обязательно нужно яичко. Вот. Где мои яйца? Без яиц никуда. Это база. Без яиц никуда. Это круто. Так, ну все, что, начинаем. Мы перемешали наш фарш, укладываем его в наш лаваш и обжариваем сквозь сковородки. Вы оказались здесь потому, что мне порекомендовали вас как настоящего профессионала. Для склейки... Для склейки лаваша мы берем яйцо. И давайте все вместе. Соберись. Для склейки лаваша. Сколько можно? Сколько можно? Ой, мать. Все, связь потеряна с космосом. Как я буду дальше говорить? Сама говорить. Спокойно, без паники. Не загрузите с тем. Я ничего не понимаю вообще. Я, пожалуй, пойду. Сань. Соберите меня домой. Ладно, я даже не буду никак это комментировать. Давай еще раз. Все, выброси. Не нужно. Для склейки лаваша мы берем яйцо. Зачем? Все, просим. Ты посмотри на эту шкотину. Роза, соберись, пожалуйста. Соберись, блин. Соберись, уже хватит. Сегодня я плохая. Роза. Окей, давай. Все, ладно. Так, для склейки лаваша мы берем яйцо, перемешиваем его. После того, как мы взбили наше яйцо, мы берем и склеиваем наш лаваш по бокам, чтобы ничего, ничего не развалилось. Ну и дальше. Ну, соответственно, все это надо залепить. Мы наш чебурек перекладываем на сухую сковородку. Закрываем крышкой и обжариваем. На сухой сковородке мы жарим наши чебуречки до готовности. Смотрите, абсолютно это может занять от 3 до 5 минут. Самое главное, поставьте минимальный огонь, чтобы они прям томились под крышечкой, чтобы они не сильно сгорели, грубо говоря, а внутри пропитался фарш и прожарился. Так, ну, наши чебуреки готовы. Будем пробовать. Наши ленивые чебуречки, знаете, очень похожи на блинчики, на блинчики. Но мы попробуем. Как будто бы масленица, но... Ну, что хотим сказать. На самом деле, они хоть и ленивые, но готовятся, ну, вот сколько нам, полкило фарша плюс 2 упаковки лаваша. Ну, где-то час, ну, час, там, 10 примерно у нас ушло времени. Приятного аппетита. Прям как чебуреки. Возле вокзала, да, правда? Не, ну, это очевидно, базовый. Это как чебуреки, реально. Прям чебуреки. Ну, это вкусно. Вкусно. Вкусно, правда, это вкусно. Вкусно. Поэтому, ну, что... Мне очень нравится, я считаю, что это, ну, это действительно гениально. Если брать не полную упаковку фарша, а так, чтобы, ну, чисто... И жирочек такой, дайте еще. По парочку, то будет вообще быстро. Мы тут вот на всю семью нашу афганистанскую готовим. Я прошу прощения. Что-то здесь, сказал семья. Готовим. Да, это будешь, ты, пожалуйста. Ежешь. Ну, они по вкусу как чебуреки, правда? Не по сути вкусно. А по вкусу. Да, по вкусу. По сути вкусно. Обалденно. Это просто. Просто шикарно. Я тебе делаю, говорю. Это просто шикарно. Дорогие друзья, вот такой вот прекрасный, легкий рецепт. Ужин. Ужин, ну, правда. Можно сказать, и ужин получился. Действительно, он реально очень-очень легкий. Поэтому, если у вас нет времени готовить какие-то такие закадычные блюда, и вы приехали к гостям, или к вам приехали гости, фарш вам в помощь, лаваш вам в помощь, делайте такие чебуреки. С вами была Анастасия, моя подруга Кэт. Вы были на нашем канале. Еда вам. Предыдущие ролики обязательно клацайте. Наша страничка ВКонтакте, в Дзен. Лайкайте, пишите комментарии. Мое сердечко и Катюхин тоже. Почтение. Тут уже мое почтение, дамы, мое почтение просто. Сердечко. Да, сердечко. Межи грязными руками. Ну, и все запороли, да? Люди, конечно. Грязные сердечки, недели. Грязные сердечки. И всем говорим пока-пока. Вот они ваши тик-токи. А вы что думаете, так легко готовится, что ли, за 30 секунд, то, что вы смотрите? Вот, по всей кухне все размазывается. Вот, вот, пожалуйста, вот. Вся кухня. Вся кухня. Вот. Салфетки, да, мусорное ведро. Вот так. Вся кухня замызганная. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова